Сегодня вспоминали Николая Стапенко, один из основателей республики, председатель Слободейского райисполкома, школьный учитель. 23 апреля 92-го его машину расстреляли националисты Молдовы. Это были террористы группы «Бужор», которую возглавлял Ильей Илашко. Николай Стапенко умер от ран спустя неделю на месте расстрела. Памятник. К нему сегодня несли цветы. В Слободейский район выезд из села Карагаш. Здесь 23 апреля 92-го около 8 утра на Волгу Николая Стапенко напали националисты Молдовы. Террористы группы «Бужор», которую возглавлял Ильей Илашко, стреляли в упор. Выпустили более 50 пуль. 18 попали в цель. Николая Стапенко пытались спасти еще неделю. Он умер от ран. Время было очень напряженное. 1 марта начались в 92-м году боевые действия. И, конечно, тогда по району были люди, очень много людей, которые пострадали от именно террора. Они истребляли тогда наиболее значимых людей, наиболее важных. Потому что действительно был Николай Иванович Стапенко, Александр Ильич Гусар, которые стояли у истоков создания и защиты нашего государства. Николай Стапенко в 92-м, председатель Слободейского райсовета. В то утро был в Тирасполе. У него была встреча в Верховном Совете. Из столицы ехал в Слободею. Раньше работал в школе учителем. Был ответственным, справедливым, отважным человеком. Так о нем говорят все, кто его знал. Выбивали самых таких видных ключевых руководителей. Хотели посеять страх и ужас в сердца защитников предистроя и нашего народа. Но это ничего им не дало, не помогло. Наоборот, народ сплотился. Аппаратцы передали, выдвинуться на дамбу с село Суклея и прочесать местность до конца Карагаша. Мы доехали, пробежали по всей дамбе. Жаль, никого уже не было из этих нелюдей. Террористы группы Бужор и самого Илашку арестуют летом 92-го. Но в мае они успеют совершить еще один теракт. Расстреляют начальника Слободейского ополчения Александра Гусара. Сожгут в машине. Позже убийц найдут и будут судить. Илашку приговорят к смертной казни. Потом на нее наложат мораторий, а террориста передадут Молдове. Там встретят как героя и вручат орден. В Приднестровье же не забывают о тех трагических днях и сохраняют память о Николае Остапенко. Редактор субтитров А.Семкин